В этом году Карачаева Черкесия впервые принимает у себя чемпионат и первенство СКФО по Тэквондо ГТФ. К такому масштабному турниру организаторы подошли очень ответственно. Площадка проведения был выбран большой зал спорткомплекса «Юбилейный», а сами бои проходили сразу на трех татами с соблюдением всех технических требований. Хорошо подготовились к турниру и спортсмены нашей республики, ведь выступать перед родными трибунами вдвойне ответственно. Одним из тех, кто достойно представил свою малую родину на турнире, стал Керам Байрам Кулов. Юный спортсмен очень впечатлен уровнем турнира и своих соперников, однако это не мешает ему уверенно рассчитывать на первое место. Текландоль – это спорт, где больше всего работают ногами, и здесь важна техника, чем какая-нибудь сила. У меня много соперников, и я хочу занять первое место, и я уже делал два боя, пока выиграл, представить следующий бой. А вот Анзор Чумаев выступает уже во взрослой возрастной категории. В своем весе до 82 килограмм. Он провел три боя и во всех одержал победу, став чемпионом эске-флопа Тэквондо. Спортсмен остался доволен турниром и показанным на нем результатом, но радоваться и расслабляться времени нет. Чемпионат России, на который должны отправиться победители и призеры окружного этапа, уже, как говорится, на носу, и к нему спортсмены планируют усиленно готовиться. Впечатления очень хорошие, прям зрелищные и очень классные поединки. Провел я три боя на 82 килограмма, выступил успешно первое место. Как оцениваешь уровень сайта? Уровень очень-очень-очень большой, очень классный. Я не ожидал таких соперников, но, тем не менее, я выложился и выиграл. Было очень трудно. А твои дальнейшие планы? Дальнейшие планы. Вот сейчас эске-фо закончится, вот этот турнир. Сейчас будет чемпионат России. Это, получается, отбор на Европу. Будем готовиться туда усердно. В общей сложности за награды чемпионата и первенство СКФО по Тэквондо ГТФ в течение двух дней поспорили 350 спортсменов из различных регионов Северного Кавказа. Представители СКФО традиционно лидируют во всех видах единоборств, и этот спорт не исключение. А потому несложно догадаться, что уровень участников турнира был очень хороший. Мы проводим первенство и чемпионаты каждый год, это отборочные соревнования. Мы, соответственно, видим уровень спортсменов. В этом году, мне кажется, что довольно-таки успешно выступают представители Карачаево-Черкесской республики. Также в уровне подняются спортсмены чеченские. В общем, объем уровня увеличивается с каждым объемом. Как и увеличивается число занимающихся, мы просто судим, если честно, по своему региону. Я вижу, что количество участников на таких соревнованиях тоже увеличивается. И, в принципе, популяризация Хэк-Кондо в Северном Токарском районе округа растет. Все участники и гости турнира остались довольны его уровнем организации и проведения. А потому с уверенностью можно сказать, что Карачаево-Черкесия не ударила в грязь лицом, впервые приняв на себя проведение турнира такого уровня. Сегодняшний турнир проходит очень хорошо. Первый раз проводим вот эти соревнования, и вроде все довольны, нормально проходят соревнования. Надеюсь, что тренера и спортсмены были довольны. Все нормально. По итогам турнира первое место в общекомандном зачете заняли спортсмены Карачаева-Черкесии, на втором месте представители Чеченской республики. А третью ступень пенистала почета поделили токвандисты Кабардино-Валкарии и Ставропольского края.